Часто слышу, как люди из моего окружения пользуются всем известными оборотами речи, в которых произносится слово Бог. Является ли это нарушением второй заповеди? Не произнеси имя Господа Бога твоего напрасно. Да, это будет нарушением, потому что так же, как говорить «я тебя люблю», не любя, и говорить «Бог, если я в него верю», не верю, вернее, это и есть нарушение заповеди. Даже если я верю, а когда человек верит, у него появляется вот это ощущение, не надо это слово попусту произносить. Потому что твоя душа, которая в результате веры приходит к тебе и начинает контролировать твое моральное состояние, ты начинаешь чувствовать, даже не чувствовать, это ощущение, это генерация духа, ощущение, что нельзя этого делать, у тебя останов идет на уровне «не хочу», потому что это неправильно, это и есть уже духовный контроль за собой. А почему это заповедь? Потому что даже молитву, если вы читаете молитву, не будучи в доверии, нет веры в Бога, вы тем самым даже в молитве нарушаете закон. Если вы обращаетесь «Господи, помоги» и так далее, читаете «Отче наш», скажем. Что происходит, если вы не верите, говорите, вы напрасно произносите слово Бога, и тогда что? У вас еще одна клякса в судьбе появляется. Не произноси имя Господа напрасно. Если вы молитесь, вы должны прежде чем молиться, вы должны четко понять, что вы хотите от Бога, и имеете ли вы право даже эту просьбу Богу преподносить. Вот. Потому что многие просьбы настолько мелкие, настолько какие-то они корявые и так далее, и вместо того, чтобы выпрашивать что-то у Бога, возьмите и исправляйтесь, и тогда вы заслужите право и на помощь, и на более хорошую судьбу. А клянчить все время «Господи, да и Господи, да и, причем вот это ложное смирение». На самом деле настоящего смирения нет. Вы можете обмануть кого угодно своим елейным видом, стоя на коленях или там выпрашивать даже искренне, но вы не обманете Господа Бога, который, я говорю, видит вот здесь все. Это как микроскоп или телескоп, который все ваши самые мелкие потайные желания и так далее все видит. И он не пойдет навстречу такому человеку. А вот если человек что-то делал хорошее в жизни, вот, и он в таком приступе отчаяния иногда, такой взрыв души, говорит «Господи, помоги, я сделаю все, что надо». И, может быть, помощь и пойдет, и ребенка вытащит, и здесь поможет в какой-то ситуации, но только если ты сказал «я пойду», да так иди. А человек потоптался, потоптался, беда прошла, ну и ладно. Как-то обойдется до следующего раза. Это тоже ошибки. Вот такой вот ответ на вопрос. Всегда в любом слове должна быть искренность, если вы к чему-то обращаетесь, и не только к Богу, а к человеку за помощью. Никаких камней, как говорится, за пазухой не держите, никаких фиг в кармане, как говорится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!